В верхней пышме на территории автосервиса огромная, невероятная радость в стиле 5 из 36 обрушилась на молодую семью, которая гуляла с ребенком в коляске и далматинцем на поводке, заехала в сервис, чтобы подкачать колеса коляски, и глава семейства в коричневой куртке совершенно неожиданно. Возле ступенчатого входа в сервис обнаружил пачку пятитысячных купюр, в которой при ближайшем рассмотрении оказалось 67 тысяч рублей. Ну, то есть, кроме пятитысячных, были еще и штукари. Мужчина быстро положил бабки в карман, попросил местного работника подкачать колеса коляски, и после этого обогатившаяся молодая семья пошла дальше гулять, подсчитывая прибыток и, возможно, даже восхваляя Господа за то, что послал такой подарочек в нелегкое санкционное время противостояния России и дьявольской коллективной империи лжи. Но недолго эта молодая семья радовалась 67 тысячам рублей. Оказалось, незадолго до того в тот же самый автосервис приезжала другая семья. В кармане тамошнего мужа лежали эти самые 67 косарей налом. И он, прикиньте, угораздился их выронить. Нет, ну ладно, допустим, какой-нибудь Илон Маск выронил из кармана 67 тысяч рублей, и как с добрым утром. У него этих 67 тысяч завались. У него имя Илон, а в его текущем состоянии наоборот. Нали. Ну, сколько там налей? Ну, стопочку налей. Девять налей, десять, одиннадцать, причем в долларах. Но этот-то муж из верхней пышмы, как он угораздился профукать такую немалую сумму? Или для него это копейки? Такие нет. После того, как эта семья потеряшек обнаружила пропажу, сразу же помчалась обратно в автомастерскую, где, вероятнее всего, 67-тысячная кабель-мачта отошла от кармана. Запросила видео с камеры наблюдения и, будьте любезны, увидела счастливую молодую семью с ребенком и черно-белой собакой, подобравшую их пачку нала. Потеряшки написали заяву в верхнепышминскую полицию и пост в соцсетке с просьбой вернуть денюжку. В противном случае находчивому главе семейства светила статья «Кража». Кончилась эта история из цикла «Блеск и нищета», или так, «Счастье и облом» тем, что... А, впрочем, долует себя тяну. Цитирую по Е1 Эльвиру, жену рассеянного мужчины, утерявшего 67 тысяч. Все участники этой истории нашли друг друга и решили ситуацию. Конец цитаты. Ну, то есть все остались при своем. Happy Endorphin.